Всем привет, друзья! С вами я, Марат, и сегодня у нас масштабнейший эксперимент. Мы подожгём 2 миллиона спичек. Многие из вас знают, что перед тем, как решиться на этот эксперимент, я поджёг 200 тысяч спичек. Ссылку на это видео я оставлю в описании. Так вот, выложил я это видео для того, чтобы посмотреть, заинтересует оно вас или нет. И это видео набрало 600 тысяч просмотров. Это реально очень круто. Если честно, когда я выкладывал это видео, я даже не ожидал такого результата. К сожалению, в городе, в котором я учусь, просто не было возможности записать такое видео. Поэтому для съёмок этого видео мне пришлось ехать из Перми в Кисловодск. Но оно того стоило. И именно поэтому видео вышло с небольшим опозданием. Ребята, на съёмку этого видео у меня ушло очень много сил. Поэтому я хотел бы попросить вас посмотреть это видео от начала до конца. А там уж сами решите, понравится оно вам или нет. Ну что, поехали! Итак, ребята, спички я покупал частями. В общем, у меня ушло около 50 упаковок. В каждой коробке примерно 40 тысяч спичек. Спички я собирал вот в такие вот моточки. Затем я приклеивал их к фанере. Но на это у меня уходило слишком много времени. И я решил собрать все спички в моточки. И только после этого сажать их на фанеру. Ребята, когда я собрал все спички в моточки, я просто офигел от их количества. Но то, чтобы просто собрать их в моточки, у меня ушло около месяца. Вы только вдумайтесь. Целый месяц я крутил спички с раннего утра до позднего вечера. Также у меня осталось очень много коробков. Многие подписчики просили меня сделать из них огромную дымовуху. Но, к сожалению, на это у меня не было ни сил, ни времени. В общем, что-то я отвлекся. Сажали мы эти спички на листы фанеры размером 1,5 на 1,5 метра. Также мне понадобилось около 30 герметиков. Спички мы клеили с моим другом с раннего утра и до позднего вечера, за что ему огромное спасибо. Последний лист я закончил клеить поздней ночью. Было около 3 часов ночи. Потому что хотелось поскорее все закончить. Было реально тяжело. Порой попадались очень странные спички. Поэтому я решил собрать свою кунсткамеру. Многие подписчики просили меня скидать все спички в кучу и поджечь их. Специально для вас я высыпал одну коробку в ведро и поджег ее. Если честно, ничего интересного я не заметил. Но, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. И вот, наконец-то настал тот день, когда все было готово. Я был очень рад, потому что эти спички мне уже реально снились по ночам. Не говоря уже о запахе, который от них исходил. Поджечь спички мы решили под вечер. Было уже около 6 часов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Загружать спички мы решили на телегу, затем мы прицепили ее к трактору, он должен был вывести нас на гору. Все, наконец-то мы поехали, ощущения были просто непередаваемые. На горе нас уже ждали, площадку мы выбрали достаточно ровную. У нас получилось 5 листов, выложить мы их решили в один ряд. Итак, ребята, перед тем как мы начнем, я хочу показать вам несколько очень красивых фотографий. Ну что, ребята, начинаем. Я думаю тут комментарии излишни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ребята, ну вот и закончился наш эксперимент. И хоть в меня не верило большинство друзей и родственников, когда я выпустил видео, в котором поджег 200 тысяч спичек, я понял, что в меня верите вы, мои подписчики. Ты, да-да, именно ты, мой подписчик, вдохновляешь меня на эти эксперименты. Да, ребята, в дальнейшем я планирую поджечь 5 миллионов спичек. Многие сейчас подумают, что это полное безумие, но выйдет оно или нет, зависит только от вас. Всем пока, друзья.